Главным событием минувшей недели стала премьера обновленного седана Hyundai Solaris, с выпуском которого петербургский завод отпраздновал свой двухмиллионный автомобиль. По такому случаю на производство приехал губернатор Александр Жеглов и посол Кореи в России. Презентация G-Li Cool Rave в соседней Белоруссии прошла тише, но кроссовер вот-вот начнут экспортировать в Россию. Volkswagen объявил цены на рестайлинговый седан Passat, а узбекская марка Ravon объявила, что начнет у нас продавать свои бюджетные модели под маркой Chevrolet. Узнали мы и первые подробности о двигателях нового поколения Kia Sorento и о грядущем обновлении Hyundai Creta. В основу нового пикапа Peugeot Landtrek легла китайская модель Chang'an F70, которую французы переработали под свой вкус. Так, стиль интерьера мало отличается от последних легковушек французской марки. Даже шкала тахометра сделана зеркальной, как на других моделях. Машина создана с прицелом на Латинскую Америку и Тропическую Африку. Бензиновый и дизельный мотор сочетаются с механической или автоматической коробкой. Полный привод реализован по схеме part-time, то есть через жесткое подключение передней оси. Есть понижающая передача и штатная блокировка переднего моста. Удивительнее всего, что концерн ПСА не планирует выводить модель на европейский рынок, а значит в России Landtrek мы тоже не увидим. Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E выходит на рынок Европы еще до того, как поступит в продажу в США. Причем в старом свете модель запускается как просто Mach-E. Европейская версия отличается от американской рисунком ходовых огней и оформлением псевдорешетки радиатора. Перенастроена подвеска, перекалибровано рулевое управление и полный привод. Покупателям предложат два моноприводных и два полноприводных варианта. В зависимости от версии запас хода варьируется от 420 до 600 километров. Все машины умеют обновлять ПО по воздуху. Клиенты получат первые машины под занавес этого года. Марка Хаотай официально покидает российский рынок. В прошлом году китайскому бренду удалось продать меньше 100 автомобилей. Да и в самом Китае марка висит на волоске. До последнего времени Хаотай предлагал два паркетника. Среднеразмерный Bolliger опирался на лицензионную платформу Hyundai Santa Fe образца 2000 года. Компактный паркетник LaVille был реинкарнацией Hyundai iX35 первого поколения. Обе машины стоили около миллиона рублей. Хонда представила новый Jazz еще прошлой осенью на токийском автосалоне. Напомним, что на родине модель называется Hyundai Fit. Однако технические подробности последовали только сейчас, когда первые машины начали получать японские дилеры. Вместо полуторалитрового атмосферника на японском рынке появился безнадувный агрегат меньшего объема. Но чисто бензиновую Хонду можно будет купить только на внутреннем рынке в Японии. А мировая ставка сделана на гибрид. Он построен вокруг бензинового атмосферника и пары электромоторов. Один электродвигатель выполняет роль генератора, а второй вращает передние колеса. Все модификации, независимо от силовой установки, могут иметь как передний, так и полный привод. Toyota приготовила обновление спорткара Supra. Внешне модель не изменилась, а вот трехлитровый двигатель BMW заметно прибавил в мощности. Кузов усилен растяжками. В подвеске заявлены новые демпферы отбоя и перенастроенные амортизаторы. Кроме того, были переписаны программы для усилителя руля, адаптивной подвески, систему стабилизации и активного дифференциала. Спринт с местой занимает теперь менее 4 секунд. Двухлитровая турбочетверка, ранее доступная только в Японии, появится в Европе и США. У такой Тойоты восьмиступенчатый автомат, но нет активного дифференциала и адаптивных амортизаторов. Марка Volkswagen объявила российские цены на обновленный Passat. К нам приехали два бензиновых турбомотора. Притом младшему, кроме семиступенчатого претелектива, полагается и шестиступенчатая механика. Благодаря появлению новой стартовой версии с механической коробкой, тканевым салоном, обычным кондиционером и штампованными колесами, цены снизились почти на 200 тысяч рублей по сравнению с дорестайлинговой машиной. Напомним, что Volkswagen Passat обновился еще прошлой зимой. В список обновлений вошли новые бамперы, противотуманные фары и слегка подправленная решетка радиатора. В интерьере изменился приборный дисплей и улучшена медиа-система. В списке опций заявлены матричные фары и автопилот, который может работать на скоростях до 210 км в час. На белорусском заводе Билджи начался выпуск компактных кроссоверов J-Li Coolray. Сейчас модель выпускается методом крупноузловой сборки, но вскоре будет запущен переход на полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов. У машин трехцилиндровый полуторалитровый турбомотор, семиступенчатый преселективный робот и передний привод. Coolray на 18 см короче Атласа, то есть он должен составить прямую конкуренцию компактным моделям вроде Hyundai Creta и Renault Captura. Белорусские ценники уже опубликованы, а через некоторое время Coolray местной сборки выйдет на российский рынок. В прошлом году узбекская государственная компания Уз Авто Сенаат попыталась вернуть на российский рынок автомобили Ravon, однако фактические продажи, похоже, так и не начались. А теперь концерн General Motors разрешил узбекам продавать эти же машины в России, Белоруссии и Казахстане под маркой Chevrolet. А это значит, что компактный Ravon R2 вновь будет называться Chevrolet Spark. Седан Ravon Nexia R3 получит наименование Chevrolet Nexia, а более крупный Ravon R4 вновь станет Кобальтом. Сейчас Chevrolet предлагает в России всего четыре модели. Это большой кроссовер Traverse, внедорожник Tahoe, купе Camaro, а также тольяттинскую Chevrolet Nivu. В итоге дистрибьютор Уз Авто Моторс будет поставлять автомобили узбекской сборки, а под контролем представительства General Motors России останутся американские машины. Кроме того, новый дистрибьютор обещает расширение линейки моделей. По одной из версий, скоро в Узбекистане наладят сборку недорогих, но современных седанов Chevrolet Onyx. Российский офис Hyundai приурочил рестайлинг седана Solaris к юбилею производства в Санкт-Петербурге. Обновленный седан оказался двухмиллионной по счету машиной. Изменились бамперы, оптика и решетка радиатора. Боковые зеркала автоматически складываются. Приветственная комплектация Special Edition с обивкой из кожзаменителя и красными вставками на дверях появится у дилеров в марте. Когда тираж закончится, эко-кожу внедрят в прайс-лист отдельной опции или в составе пакета. Главная обновка в интерьере — это топовая медиасистема с 8-дюймовым экраном, встроенным Яндекс.Навигатором и голосовым помощником Алисой. Объем внутреннего хранилища не назван, но Hyundai уверяет, что места хватит на карты всей России. Встроенной сим-карты нет. Доступ в сеть по российским законам должен быть персонализированным. Поэтому интернет системе придется раздавать с внешнего модема или мобильного телефона. Оба бензиновых мотора и шестиступенчатой коробки передач не изменились, зато добавлена функция дистанционного запуска двигателя и климат-контроль. Цены уже объявлены. Узнали мы и первые подробности о грядущем обновлении российской креты, которая в неизменном виде выпускается в Петербурге уже три с половиной года. Представители Hyundai не говорят о рестайлинг, поэтому больших изменений не ждем. К тому же техника останется прежней. Но есть и хорошая новость. Не за горами и полноценная смена поколения. Вторая крета уже представлена в Индии и Китае, но для России готовят другой дизайн. Подробностей пока нет. Но если нынешняя крета задумана консервативной и массовой, то новый кроссовер будет более эмоциональным и ярким автомобилем. Киа продолжает раскрывать новые Sorento по частям. Сейчас корейская марка официально раскрыла двигатели. В гамме предусмотрено три агрегата. Для Кореи и Европы предназначен турбодизель из семейства SmartStream. С ним работает новый восьмиступенчатый преселектив. Также появится гибрид, построенный вокруг бензиновой турбочетверки. В трансмиссию этой версии встроен электромотор мощностью 60 сил. Для всех рынков, кроме европейского, анонсирован бензиновый турбомотор, который вытеснит из гаммы атмосферный V6. Впрочем, в других странах двигатели могут быть иными. Премьера Kia Sorento четвертого поколения состоится на Женевском автосалоне.